29 апреля 11 час вечера только сейчас из моей квартиры вышли полицейские прокуратура которые проводили здесь обыск а задержали меня вчера 28 апреля тоже при этом время 10 и ровно в сутки 24 часа я была в руках этих прокуратур и это было буквально пытка у меня было приглашение поездки в Брюссель на конференцию от European Endowment Democracy мы с Арифом не подписывали никакого документа о том что мы берем на себя обязательство не покидать страну что мы не выездные французский посол сказал что он очень запереживает поскольку есть нападки на меня мы слышали анчиталина он сказал что он поедет меня провожать в аэропорт я распространил совместное заявление моей Лауру Богатасаря с тем чтобы показать что Рауф не виновен Рауф честный замечательный азербайджанский журналист один из немногих политологов которые остались в Азербайджане и тогда американский заместитель посла сказал что он тоже поедет нам поставили паспорте штамп и мы прошли на посадку но полковник который работает в паспортном контроле вдруг стал бегать говорить одновременно по двум телефону а потом когда мужу подходили близко чтобы пойти на посадку на самолет у нас отобрали паспорта посадочные талоны и отвели комнату security потом туда прибыло несколько сотрудников прокуратуры буквально сразу но главе вот с лимберанским и брагимом следователь прокуратуры и нам никакого документа нам не предъявили почему вы нас задержали почему вы отнимаете у нас паспорта ни на 11 вопросов не не было дано ответа с 10 до 3 они проводили осмотр всех наших вещей не только штанишки извините меня и лифчик они даже выкладывали женские прокладки из коробочек потом нас привезли сюда здесь уже здесь было очень много полицейских и сказали что они будут проводить обыск полицейских было огромное количество четыре машины в том числе сотрудники прокуратуры я сказала что если обыск в квартиру войдет не больше их четырех человек и четыре человека с нашей стороны что вы видите квартиру если вы было больше здесь можно было положить действительно там стали угрожать приехал заместитель начальника полиции арифу стало очень плохо я таким его никогда не видела я испугалась что у него будет инсульт он упал в подъезде вызвали скорую меня мучили меня никуда не отпускали я очень хотела в туалет и я пошла к соседке попроситься она меня пустила ворвались четверо здоровых полицейских и стали меня буквально отталкивать я не могла сдержаться я буквально стала снимать брюки соседка сказала дайте зайти в туалет я зашла и через несколько минут оттолкнув старую женщину мою соседку в туалет где я сидела зашел полицейский я тогда решил что я не открою квартиру они все четверо залезли они давали мне пойти в туалет они меня преследовали а потом я открыла соседка дверь я пошла в туалет а он залез я сняла штаны и он стоял и смотрел смотрите на него снимайте его снимайте его вы давали ему распоряжение заходить когда в туалете сидела да уважаемый леда хам не надо шоу строить да хорошо а когда я сижу в туалете когда ваш вот этот сотрудник заходит в туалет кто у вас шоу а когда я пи-пи делаю заходит а когда у меня мочевой пузырь тогда меня увезли прокуратуру и допрашивали мы уехали в прокуратуру в половине 7 утра меня допрашивали до половины 5 вопросы были очень смешные знаю ли я рауфа меркадырова как давно я его знаю он со мной советовался когда он ехал на какую-то конференцию почему рауф должен со мной советую я ему даю указание куда ехать почему нужно давать указание рауф схема встречался в отеле в тбилиси они назвали это или сказали не помню на конференции в тбилиси 2008 году я не помню с кем я встречалась сама сейчас год назад какое отношение мимо такие были вопросы они называли фамилии армян и говорили вы знаете вы знаете было названо 6 или 7 фамилий я знаю только две сказала давид шах назарян который достаточно известная политическая фигура в армении и лаура багадасарян с которой я работаю на совместный армян азербайджанский сайт и я поняла что вот этот сайт это совместная с армянами работа и мин интерпретируется именно как измена родине и так далее так далее выматывали человека точно так же как это было в тридцать седьмом году как мы смотрим фильмах и читаем книгах у шаламова соложеницына практика нашей полиции вот по отношению с тех времен практически не изменилась я хочу прочесть имена всех этих следователей прокуратуры дайте мне вон мою сумку коричневую я записала я хочу чтобы их знали и я несколько раз говорила что ужас в том что вам дали приказ уничтожить отца двух маленьких детей раупа меркадырова и вы против него выдвину такую страшную статью измена родине шпионаж от 10 лет до пожизненного и вы это делаете делаете вдохновенно вы знаете у этих мужчин такие лица на улице встретишь потому что нормальный человек а на самом деле это вот это сегодняшние потомки ежово берии гитлера возглавляет эту группу генерал-майор эльдар ахмедов меня допрашивал и мучил следователь санан пашаев а другие следователи полковник тарвизы баев исследователь имбрагим лимберанский половине пятого у меня уже не было никаких сил ни на что я конечно не подписала никакого протокола и отказалась они сказали что поедем проводить обыск на двух наших квартирах моя старта я родилась и вот здесь где мы сейчас можем живем и сказал уже половина пятого мне очень тяжело нет и сказал я не открою дверь если повторится вчерашняя история может загоните баталиум полицейских он понял что я не открою и сказал хорошо понятые будут от вас так никогда не поступали раньше понятые всегда от них я сказала хорошо будут наши понятые еще двое наших а сколько будет ваших если вашего будет пятеро наших будет пятеро противном случае я дверь не открою они согласились и мы так и сделали что они там взяли одного армянскую женщину ученого визитку книги арифы про ислам практически все чего уж не нашли но интересно было почитать постановление на обыск там было написано что они приехали проводить обыск в штаб-квартире института мира демократии хотя я говорю это моя личная квартира институт не зарегистрирован не может быть никакого такого офиса и что они приехали с целью найти разные финансовые документы финансовые подтверждающие получение каких-то проектов и грантов а также они имеют право изымать деньги и в ювелирные украшения представляете значит если моя мама на сережке или что-то они имеют право это изымать ну что главная цель в том что ситуация на украине позволяет сегодня эльхаму алиеву полностью зачистить площадку в азербайджане чтобы не было никаких инакомыслящих молодежи блогеров журналистов правозащитников и так далее и он последовательно арестовывая людей это делает и сейчас как бы удобный момент нужно убрать лейлу и носу по дороге рауф меркадыров очень удобно армянская тематика очень удобно я уверена что они не отстанут ариф уже в старые сутки он в реанимации они сейчас его оттуда перевели я думаю что они его будут приглашать и мучить как меня и меня еще будут приглашать мне об этом было сказано совершенно откровенно паспорт нам так и не вернули поэтому я убеждена что издевательство над нами и даже возможный арест вполне предсказуем а